Всем привет, друзья! С вами Закупочек, как вы знаете, я фанат Бэтмена, и у меня есть огромная коллекция машинок Худвилл с Бэтмобилей. И я постоянно захожу в детский мир в поиске новых моделей. И захожу в детский мир и вижу какую-то новинку. Джада, Нано, Холливуд, Райдерс, Ридес, Райдес, ну-ка, что вы поняли. И тут микромашинки Бэтмена, они прям малюсенькие, DC, Warner Bros., всё, лицензия. Сделано, конечно же, где это? Сделано в Китае, да? Изготовитель Джада Тойс, Гонконг, вот, в Гонконге сделано. Ну, я такой думаю, я, по-моему, купил вот эту, вот, вот эту я купил. И потом, я думаю, а вдруг это, ну, не вся коллекция, вдруг есть ещё машинки. Захожу на Озон и вижу, что есть ещё вот такие машинки. То есть, по идее, у меня сейчас вся коллекция. Вся коллекция состоит из шести машинок разных. То есть, здесь у нас Бэтмобиль, Пингвин Дак, машинка Пингвина, потом Пингвин Райдер. То есть, это машинка Пингвина в стиле Бэтмена. Потом есть Бэтмобиль, Бэтцикл и 1963 год Chevrolet Corvette. Вот, вот такой. Вот, вся коллекция. Давайте сразу откроем, что нам это, что нам стоит открывать. Я понимаю, что есть люди, которые хранят всё это в упаковках, но мы сюда идём за эмоциями. Нам хочется посмотреть именно, что это такое. Слушай, а их можно аккуратненько открывать. О, я, наверное, коробочку выбрасывать не буду. Я, наверное, её так и оставлю. Смотрите-ка. Можно аккуратненько всё. Ой, они тяжёлые. Они прям металл-металл. Так, как вас открыть, чтобы не сломать? Раз, машинка. Два, цикл. И три. Corvette. Это тяжко. О, слушай. Ну, это тяжко, но зачётно. Давайте сделаю так поближе. Опа. Вы посмотрите на эту красопетошность. Она реально сделана из металла. Написан номер модели. DC Comics, 21 год. Jada Toys, Китай. То есть, это не какая-нибудь там китайские подделки. Я думаю, у этих машинок даже есть кое-какая ценность. С учётом того, что я их купил за 200 и 300 рублей. Это распродажа была 80% в детском мире за 200 рублей. А на Азоне я нашёл их за 300. Наверное, они никому не были нужны. Я думаю, это вполне себе хорошее предложение. Смотрите, какая лялечка. Ну, она реально прям микро. То есть, на одном пальчике. О, может, на заставку? Не, на заставку надо что-нибудь такое. О! Может, вот это? Вот она. Ты посмотри. Ты посмотри на эту лялечку. Это прям из нового фильма. Вот в новом фильме он был на вот этом Бэтмобиле. Паттисон вот этот. Ну, мне фильм не понравился, я заснул. Я два раза засыпал, когда смотрел его. Невозможно просмотреть это три часа. Смотрите, можно на заставочку прям поставить. О! Вот так. Бэтмобиль на пальце. Что-то мне не нравится, как он смотрится в кадре. Чёрный. Слишком чёрный. Деталей не хватает. Знаете, глазу не за что зацепиться. То есть, просто чёрный кирпич. Особо ничего интересного. Как он едет? Вопрос. Отвратительно. Вот эта машинка лучше едет. Вот это вообще отвратительно. Вот это нормально едет. О, ладно. Так, сюда. Сюда. И теперь мотоцикл. Ух, что за аппарат. Вы посмотрите. Да это же Ява 6-вольтовка. Точно. Старушка. Ява-старушка. Мне кажется, колёса как-то плохо обработаны. Видите, вот тут зазубринки есть. Видите? Вот заметно. То есть, по идее, нужно обработать колёса, и тогда они будут ехать хорошо. А пока что вот не хватает. Ну, это на уровне качества Hot Wheels сделано. То есть, не лучше. Не лучше, не хуже, чем Hot Wheels. На таком же уровне сделано. Вот. О, мотоцикл даже может стоять. Смотрите. Ну, ехать он не будет, потому что там он весь в зазубринах. Но его можно поставить. Можно такой гараж мечты себе сделать. Смотрите, как красиво. То есть, вот эта машина, чтобы ездить на работу. Вот эта, чтобы ездить на дачу. А вот эта, чтобы гонять в пробке. Вот, на мотоцикле. Ну, теперь давайте посмотрим на машинке, где пингвин присутствует. Здесь уже побольше пингвина. Хорошо это или плохо. Не знаю. У меня есть видео про Бэтмобили. Видите, в поиске, в любом, в любой социальной сети, в любом поиске, введите. Закупач Бэтмобили. Или Бэтмобиль. Лучше закупач Бэтмобиль. И найдете все мои видео. У меня есть огромные машинки Hot Wheels по Бэтмену. Есть маленькие. Есть, где просто показывать свою коллекцию. Короче, я, как говорится... У меня вообще очень много видео. Я снимаю каждый день. Вау! Это на стенде. Это как будто бы Лего. Может, оно в Лего будет совместимо? А можно мне Лего, пожалуйста? Это кисло. Но мне нужна именно платформа. Там есть платформа? Есть. А, вон черненькую, да. Вон наверху, да. Дайте мне, пожалуйста. Давайте сразу же ее посмотрим на платформе, попробуем. Так. Вот такой пингвин-мобиль. Это типа закос под Бэтмена. А, это типа он садится туда и играет. Это автомат игровой. Да, я правильно понимаю? То есть пингвин сюда садится и играет, будто бы это машинка в парке развлечений. Джадо Тойс, пингвин Бэт Оориде. Так, давайте попробуем. Да, ребят, совместимо с Лего. Обалдеть. Вот видите, все, он защелкнулся на Лего. Приколбись вообще. Ну-ка. Вот так, если. Не, вот так он не лазит. Он лазит именно половинкой. Опа. 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 Что-то нет. Только задняя сторона что-то совместима? Не понял. Ну, вот так вроде стоит. Короче, совместимо-несовместимо. Наполовин совместимо-наполовин несовместимо. Ну, опять же, приколдес. Вот это прикольная машинка. Мне нравится. Это именно приколдесинка. О, уточка. Вот такая уточка у меня есть в огромном масштабе. Еще, по-моему, есть из этой коллекции прицеп. Чуть не чихнул. Но у меня такого нет. Колесики у него крутятся только перед и зад, а среднее колесо не крутится. Это как бы фикция. Это знаете, как у фур, когда загружено полностью прицеп, тогда нижние колеса опускаются и трогают землю. А так, типа, не трогают. Ну, короче, очень странно. Ездить, опять же, будет отвратительно. Машинки по Бэтмену большого. Большие от Hot Wheels. Они ездили отлично. Но она вообще не ездит. Ну, это вообще. Это вообще какой-то позорняк. Ну, и главная машина Бэтмена. Вот это классика. Вот это мое детство. Вот Бэтмен всегда ездил на такой машинке. Вот это вещь. Колесики. Опять же, здесь можно почитать, что это 2021 год. Колесики вроде крутятся неплохо. Она прям легенькая. О, она едет лучше всех. Короче, если вам нужна машинка погонять, то это вот это и вот это. Вот эти две машинки, они ездят нормас. А остальные ездят плохо. Ну, что, ребят, давайте рейтинг. Какая машинка вам понравилась больше всего? Пишите в комментариях. Первое место. Мне понравилась классика. Вот это. Второе место. Мне понравилось современный Бэтмен. Паттисом. Третье место. Мне понравился мотоцикл. Вот. Ну, вот это мой топ-3, которые мне больше всего понравились. Жалко, что они в разных коллекциях. То есть нельзя купить, чтобы они были в одной коллекции. Так. Ну, и теперь остается по традиции их взвесить. Я не знаю, зачем я это делаю. Мне в комментариях писали то, что взвешивать не надо. Но, чтобы вы понимали масштаб, давайте взвесим их. Насколько они тяжелые, большие и так далее. Может, вы хотите сделать свою модель такую же. Включаю весы. Сейчас они у вас обнулятся. Вот, видите, ноль. Все. Бэтмен... То есть этот Бэтмотоцикл весит 7 грамм. Так. Порш 911 весит 10 грамм. Машинка Паттисона весит 9 грамм. Пингвин, игровой аппарат весит 12 грамм. Слушайте, это пока рекорд. Пингвиномобиль весит... О, вот это рекорд. Вот это да. 15 грамм. И... Классик Бэтмен, но он легкий, я чувствую. Он весит 11 грамм. То есть он у нас где-то... Вот мы получили рейтинг по весу, ребятки. Не знаю, зачем нужна эта информация, но я думаю, пригодится. Сначала самое тяжелое это уточка. Второе место аппарата. Короче, пингвиномобиль и самые дешевые, эти, тяжелые. Потом идет классический Бэтмен, потом Поршак, потом Паттисон. И мотоцикл самый легкий, но это логично. В нем меньше всего металла. О, вот такая коллекция. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, на какие машинки еще снять обзор. Пока. Пока.